МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С 1-го листопада в Беларуси возрасте по мердопамоги по догляду детятево возрасте до 3-х годов. У Гомеля отмерковали готовность дорог до эксплуатации у зимовый период. Дождь и мокрый снег чекаются завтра у регионе. Зараз об этом иншим больше подробязно. На период дне распочался визит у Гомельского область с делегацией Любовского воеводства Республики Польша. Основная метапоездка – знамление с потенциалом региона и установление новых контактов у экономичной сферы. Планами Бакуа потековимся Олег Сентяров. Официальные сосунки помеж Гомельской областью и Любовским воеводством иснуют с 2007 года, когда было подписано погоднение в суппроцовнестве. На этот раз о Гомель польская делегация приехала одразу после дела у Белорусско-Польским экономичным форума, в программе «Визитум», с устрече с керонистом в области, Гомельское отделение Белорусской гадлево-промысловой палаты, свободной экономичной зоны, деловыми колами, а так само наведывание широкого предприемства. Почас первой состречи, якая проходить у Гомельском отделении Белорусской гадлево-промысловой палаты, размывал в ядецап с досягнутым у зруни супрацовнества и максимум сих лягу поглублением. По великим рахунку, наибольшь значный товароборот Гомельской области с Польшей был отзначен в 2014 году, когда этот показчик досягнул омаль 260 миллионов долларов, где это сьон снизился до 220 миллионов, а по вынниках восьми месяцов этого года не досягнул и 120. Объем польских инвестиций в экономику региона за гэтый час так само не вель беззначный, меньше эк 6 миллионов долларов. Хоть бы иные проекты все-таки починают реализовываться, ся рот самых значных прикладов открытие в творчестве по выпуску мебли, усовезящим на Гомельщине сворное предприемство «Долком-40». Зараз на объекте ведутся работы по ремонте и реконструкции будинков, а лети перцы явились и поставы мерковать, что сопротивление поширится. Подчас гэтого визита у состава польской делегации уключены представники целого широкого лин и кожность поделится сносить партнёров. Наши бизнесмены, они из таких сфер, как производство мебели, электрическая сфера, а также строительные компании, производство разных других материалов. На Гомельщину делегация Любовского воеводства приехала одразу патля уделу в белорусско-польском экономичном форуме и усеяще знаходится под уражением от гэтого мероприемства. Кажуть, что такой зацикавленности у сопротивленности у тымлику на региональном узровне ящей николи не было. Сегодня для усих видовочно у двух боковых относенных вызначился явный перелом. От певного непоразумения почався переход до открытости и взаимодействия. Стоит отметить, что если раньше больше взаимодействия было, ну и традиционно, с западной стороны Беларуси, Брестская и Гродненская регионы, области, то сейчас уже явно мы чувствуем интерес и по визитам, и по тем мероприятиям, которые проводят обе стороны, те, которые посещают, что интерес к восточной границе появился, и появился серьезный. Выники службовой деятельности супрацовника у Гомельской мытни за 9 месяцев этого года подвели у областных центров. Работа велась у накерунках удосконаливания системы приема мытных платежов, выявления администрационных правопорушений, а так само контрабанды. Так, за 9 месяцев узбуджены 44 криминальные справы. Переважная большая связана с незаконным перемещением сброи, наркотичных и психотропных рэшвов. Зафиксованы два выпадки по фактах неуплаты платежа в буйных померах. Наверное, самым важным критерием работы таможни является экономическая составляющая нашей работы, которая выражается в размере этих денежных средств, которые перечисляются в бюджет. И вот по итогам работы за 9 месяцев нами в бюджет перечислено 800 миллионов деноминированных белорусских рублей. С первого листопада у Беларуси в взрасте помер до помоги по догляду детятя во взрасте до 3 годов. Выплата на первых детях возрасте на 7 рублёв 87 копеек и складе 260 рублёв 26 копеек. Допомога на другое и в наступных детях стане больше на 9 рублёв. Колише у семьи выховывается детя-инвалид, допомога возрасте на 10 рублёв 12 копеек. Эта помер выплат будет действовать до 1 лютого 2017 года. А кроме того, с первого листопада у Беларуси вырасте и величиня бюджету прожиточного минимума, до якой привязанные у тымлику одноразовые выплаты у совязи с народжением детяти. На свай спайс и спирта утрымливаючая ваткастя без акцизных марок. Гэты речевы на гомершэне супрацовники милиции затрымливаючь практически кожный день. Наши корреспонденты приняли у делу в некольких рейдах. Кольки гаду гомершанину Юрую сказать тяжко. Уже давно он нидзей не прасуе, а на жыцё зарабляе у тымлику якасті подпольнага курьера. На гэты раз супрацовники милиции затрымливаюць яго с прикладна 10 литрами спирта утрымливаючай ваткасті. Менавіта так. Офіцейна называецца напой, якимушына доставляя клиентам. У апошній шас гэта достаткова распаусюджанная правопорушэння. У России у значных абйомах набываецца спирт, які у нас разбавляецца вадой і реалізуюцца. У дадзіном выпадку незаконны прапрымальніку якасті курьера выкарастовуе непрацуючага гэмельчаніна. Протокол на його складуть, аднак калі будзе заплочэнны штраф, невядома. Предусморена статья 12.27 штрафные санкции от пяти базовых до ста, в зависимости от части, с конфискацией перевозімого, переносімого імущества в виде фальсифицированной спецсодержащей жидкості. Это как спирт, это же виноводочные изделі без акцизовы Республіки Беларусь. Дарыш із Росії на гомельшу на сюня трапляє не толькі контрафактны спирт. Прозросійську і століцу до нас ідуть так сама китайські спайс і таджікські насвай. Середзіна гэтага года за його заховання, распаусюджування і ўжывання продуглежженны штраф. На гэтый раз супрацоннікі міліціі выявіли някалькі дзісятків пакетів по 20 грамов. Чалавеку кажуть, такої упаковкі хапай на 5 дзён. Эфект дасігаецца за кошт атручування організма вапнай, яка ўваходзіць у састаў насвая. Гэта не наркоты к учыстым выглядзі, але стаць інвалідам ад яго можна. Інша справа, што молаць, яка з'являецца основным спажутцом такіх сумісів, аб гэтым, звычайно, не думая. Раніе данные вещества употребляли в основном спортсмэны для каких-то своїх целей. Но в настоячий момент, да, в основном это молодёжь, подростки, которые не понимают пагубність данного явления, не осознають, що данные вещества негативно влияють на їх здоров'я. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Ёген Макенка, Телерадо Кампанія Гомель. В Гомельском областному союзі споживецких товариствах узнагородили переможців 28-й республіканській спартакяды работників споживкооперации. На споборництвах у Витебску сборная команда Гомельского облспоживсоюза заняла перше місце. У особистому першинстві перемогу завоєвали шість чоловік. Сярот іксу працівники Гомельского центрального ринка, Калінковського і Гомельського райспоживсоюзів, а так само Гомельська универсальна база. Яны стали лепшими ў шматборі, шахматах і настольным тенісі. У якості прыза за перамогу ад керівництва облспоживсоюза спортсмены отримали велосіпеды. Дарэші п'ять працівників областной сборной перамагаєць у республіканській спартакядзі на протягу шасті годів. Участие в соревнованнях – це не тільки победа, це просто те саме – видіць команди, людей, которые постоянно, каждый год, встречаюся с ними. Просто приятно самоучастие в соревнованнях. А зараз об спорте. Отбывся поедина куатка з другого кваліфікаційного раунду жаночага кубка ЕГФ паміж румынськай Донэрэй і команды Гомеля. Нагадаю, ў першым матчі падапешная Тома Жачатара на домашній пляцовцы прээгралі румынкам з розніцею 12 мячоў. Не удалося перемагчы і ў Румынія, аднак на гэты раз лік не такі разгромны. Донэра выиграла 26-22. Што до мушынськай дружыны Гомеля, яна ў рамках чемпіонату Беларусі гастіла ў свайго галонага конкурэнта Мінска ГСК. Гомельшані пацарпелі крыудное паражыння, заступівшы ўсяго адзін мяч – 29-30. Тым часам ў обласным центра адбывся поедынок чемпіонату країны ў другоў групі паміж команды Гомель-2 і Сталішным Вітязем. Гандбольная команда Гомель-2 утворена толькі сёліта. Хлопцам па 16-17 гадуў. Фармклуб, як водяцца, з'являецца кадровым резервам для основной дружыны. Вітязь жа куды больш сталая і вопытная команда. Ні діва, што гості праехалі ў Гомель заведамо ў статусі фаварытав. Дарэчы сапернікі ўжо сустракаліся ў Мінску ў стартовым матчы чемпіонату. Тады сталішныя гандболісты выігралі з розніццай аж ў 21 мяч – 41-20. На гэты раз Вітязі, хоч і чакана заволодалі ініціативы, однак так далёко гомельчані ўжо не адпускали. Перший тайм завершился з ліком 11-22. Чувствуется, конечно, динамика. Даже играя з первой игры, таких грубых ошибок не допускаем. Как бы и начали в нападене пожёстче играть. Где-то игру на себя больше брать. Не смотрим друг на друга. А так, в принципі, работаем, тренируемся. Зараз подрабязня б саперніку. Вітязь – пау профісійный гандбольный клуб. У яго составе две команды. Першая, яку і мы бачим, гуляя ў чемпіонаті Беларусі. Другая – ў першінстві Мінска. Старайшая дружина ў минулым годзі отрымала вопыт выступлёння ў Балтыйской лізі. Тому зараз ў другой групі беларускаго чемпіонату мінчані осаблівых проблем не адчуваюць. Тут яны лідіруюць, разлічваюць не ў забаві подняцца ў верхнюю пятёрку. Гумельська молодь з п'яти проведенных матчів выіграла пакуль тільки один. Але із гэтым выніком подопечнае Алексія Гаменкі зараз займають третє місце ў своєй групі. Що тычиться дадзі на га пайдінку, то завершився ён з ліком 30-40. Ігра понравилась, гумельська команда вторая, мені кажучи, перспективна. Перспективна буде через год-полтора-два, т.е. ребятам по 16 років. Несмотря на такий ранний возраст, вже чувствується, що у них є якась техніка поставлена, є понимання ігры, ще немножко не хватає силы. Але, тим не мене, дуже понравилось, що вони зіграли до конца, вони боролись, біжали до последній минуты. Думаю, що у гумельської команди в будущем, в ближайшому, у второй команди, все получится. Я думаю, що первая команда Гомеля однозначно двох-трех игроків із цієї команди получить сильних. Так яно і повинна быть. Во всіляким разі прогрес відовочний. Розніца мячоу каже сама за себе. 21 у перший, гульнісу, 30 у другой. Таким чином, усе у гумельських хлопців і аще напереді. Сергій Нігеревич, Ігор Марышчанка, телерадиокампанія «Гомель». І наприкінці випуску коротко про надвор'я. Дождь і мокрый снег чекається сьогодні у регіоні. Замос на гаветру знову обвешаны ранжево узрові небезпеки. Раніцей паривы будуть досягать 15-20 метров за секунду. Температура паветра на протягу суток складе 0 до плюс 5 градусов. Дарайші короткочасовы опадкі прогнозуються і у наступні дні. А вось вєдзір стіхне дача цьарган. А гэтам наш випуск завершаны. У студы працаваў Явген Паблавец. Усяго добрага і до зустрічого ефіра. Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор Субтитрувальниця Оля Шор